Всем привет! С вами Тим, а это Еженовости, проект, в котором я знакомлю вас с самым интересным и важным, что произошло в мире российского футбола и особенно связанного с локомотивом. Я выхожу в эфир раз в пару недель и инфоповодов набирается достаточно, успеваю только выбирать, что из этого важно, а что нет. Прошлый выпуск выходил еще перед Ахматом, поэтому сегодня я скажу пару слов об этом матче для ютуберских, которые по каким-то причинам не посещают Твич и не читают Бусти. Кроме того, у нас прошел исполком РФС, на котором приняли одно революционное решение и пока не приняли пару других. Дмитрий Баринов сыграл в никому не нужном матче за сборной против молодежки и получил травму, ну а локомотив проиграл Химком в турнике. Главной, наверное, новостью для болельщиков было то, что РЖД целых 10 минут избавлялся от локомотива, ну и еще много всякого. Но перед началом видео я, как обычно, попрошу вас подписаться на канал, телеграм, твич, бусти и все остальное. В сегодняшних обстоятельствах никогда не знаешь, где мы окажемся завтра и что из этого нам будет доступно. Чем больше связей, тем лучше. В телеграме, например, я делюсь своими мыслями по предстоящему матчу локомотива и просто выкидываю какие-то важные для меня тексты. На твиче идут прямые трансляции, где можно просто спокойно посидеть, пообщаться в режиме ответов на вопросы и посмотреть вместе какие-нибудь матчи. Ну а бусти это сейчас главная платформа, где можно меня поддержать, а взамен получить какой-нибудь эксклюзивный контент. Например, 50-минутный разбор матча с Ахматом. В общем, давайте где-нибудь дружить. И напоминаю о партнере этого и других роликов на этом канале, компании Фонбет, без которого вы точно не увидели это видео и многое другое из того, что я сейчас делаю. Проводил бы время в какой-нибудь бесконечной рефлексии, листании новостей. Но Фонбет есть и поддерживает меня, поэтому новости сейчас смотрите вы. Такая вот ирония. Но и если вы еще не знаете, то Фонбет поддерживает не только меня, Локомотив, ЦСКА, сборную России и еще много кого, но и вас, моих любимых зрителей. Вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании, ввести промокод ЕЖЕЛОКО и получить 2000 рублей для первых ставок. Дерзайте! Начнем с дел страдавних. Матч с Ахматом состоялся больше недели назад, и все эмоции, связанные с этой игрой, давно уже схлынули. Я пересматривал матч раза три, так уж получилось при подготовке к ролику на бусте. И ощущения от пересмотра на самом деле очень отличаются от того, что было при просмотре в прямом эфире. Игры Локомотива сейчас это эмоции и драйв в чистом виде. Оторваться и заскучать вообще не получается, хотя порой очень хотелось бы. Локомотив научился вскрывать сложные команды, а Химки и Ахмат определенно сложные команды для нас. В двух матчах до этого мы им забили всего один гол. Да и в целом, если вспомнить, у нас не очень получалось играть против этих команд, и даже у Николича особенно не получалось играть против команд Талалаева. Теперь моменты есть. Есть забитые голы. Более того, есть большое количество моментов, которые не превращаются в убойные только из-за небрежности или глупости обращения с мячом. Как, например, Керка, который не нашел возможности покатить мяч на кухту в конце первого тайма. Или, например, у Рифата Жамалединова, который на 80-й минуте в ситуации, когда выходили 2 в 0, решил перекинуть Гудиева с 40 метров. Таких моментов на самом деле много. И из-за того, что Локомотив не доводит их до гола, мы и получаем эти эмоции и драйв вместо смертной скуки от разгромных побед. Их нам пока вообще не светит. Главные же проблемы, которые в целом пока не позволяют нам рассчитывать на стабильную череду побед, стоятся в обороне. И 2 гола от Ахмата стали этому подтверждением. После первого просмотра я, как и, наверное, большинство, был в ужасе от игры в обороне Локомотива, от Мампасси и вообще. Но пересмотр игры несколько сдвинул мои ощущения. Локомотив понимает, во что он играет в обороне и зачем. Например, один из центральных защитников, хотите вы этого или нет, будет идти и мешать атакующему игроку соперника принимать мяч. И чтобы это прошло безболезненно, остальные 3 защитника должны сместиться и занять правильные позиции с небольшими зазорами между и с постоянной концентрацией за рывками соперника. Такие перемещения должны быть отработаны до автоматизма. И этого самого автоматизма у нас, к сожалению, нет. Кто-то из игроков оборонительной линии достаточно часто об этом забывает. И я подозреваю, что две подряд замены Рыбуса после первого тайма вызваны не только его каким-то повреждением. А может быть и обратная зависимость. Недомогания Рыбуса не позволяют ему правильно выполнять токсическую установку. Вторая проблема, и тоже очень важная, это выход из обороны в атаку. Чтобы играть нашим стилем, нужна высокая культура пасса. И особенно от двойки опорников. Процент точности передач которых должен стремиться к 100% вообще-то. К сожалению, от этих цифр мы невероятно далеки. А Дима Баринов, кроме двух голевых с химками, отмечается еще и голевыми привозами регулярными. Это небрежные передачи в достаточно простых для мастера такого уровня ситуациях. Это нужно править, причем очень срочно. В целом же, ну, набрали три очка в Грозном и отлично, едем дальше. Жалко, конечно, что потеряли Рефата Жемаледдинова на Спартак. И в целом, нахватали много ненужных желтых карточек. Это наверняка еще нам аукнется. Теперь к более актуальным и более глобальным новостям. 23 марта прошел исполком Российского футбольного союза, на котором ожидалось введение моратория на смертную казнь российского футбольного андеграунда на вылет кого-либо из российской премьер-лиги в ФНЛ. Эта лига, как известно, слишком хороша для неженок из РПЛ, и по этой причине немногие попавшие в ФНЛ возвращаются обратно. Мораторий не приняли, но и не отклонили. Как обычно, было решено создать рабочую группу, посовещаться с представителями РПЛ, узнать, почему же они так не хотят вылетать из лиги. Мне видится, что это не более чем затягивание времени с целью посмотреть, как будет развиваться ситуация с FIFA и в целом с тем, что нельзя называть происходящее в Украине. FIFA, кстати, не будь дурой, тоже пытается до самого конца затянуть процесс принятия решения, тем более, что кажется, развязка уже вот-вот совсем близка. А вот что приняли, так это рекомендацию обратиться в Министерство спорта с новым форматом лимита на легионеров. Ура! Наконец-то! В свое время это, конечно, конек Российского футбольного союза. Что-то полезное и нормальное РФС решил сделать именно в тот момент, когда Россия лишена Еврокубков, а в ближайшем будущем можем лишиться иностранцев вообще в принципе. По крайней мере, внезапные отъезды игроков происходят все чаще и чаще. Последний такой, например, Айртон, который уже в Бразилии и, судя по всему, отправляется в аренду. Прямо накануне игры с Локомотивом. Но в нашем матче он бы, скорее всего, участие так или иначе не принял из-за ушиба, полученного в столкновении с Гуцуком. Впрочем, отвлекся. Новый лимит стал гораздо более сложным. Это 8 легионеров на поле и 13 в заявке. То есть к нынешним 8 легионерам добавляют еще пятерых, которые могут сидеть на скамейке запасных или, например, находиться в лазарете. Послабление очень приятное и логичное. Вместе с тем в оставшиеся 12 слотов должны входить домороченные футболисты. То есть футболисты, которые до 18 лет минимум 3 года тренировались в России, а четверо из них в том клубе, за который играют. В этом в целом проблем нет, но важно понимать нюанс. Какой-нибудь Гилермия или Мампаси, даже несмотря на свои российские паспорта, доморощенными считаться не будут. А значит будут попадать в квоту тех 13 легионеров. При этом на поле они не будут считаться в число восьмерых. Короче, все очень сложно. А там, где сложно, наверняка кто-нибудь да ошибется. Как с кухтой, апелляция по которому назначена примерно на то время, когда выйдет этот ролик. Смягчение лимита я всячески приветствую. А вот усложнения никогда не идут на пользу. Но главное я ума не приложу, где в нынешних обстоятельствах клубы будут набирать 13 легионеров. Тем более сколько-нибудь адекватного уровня, а не тех, что сейчас за Краснодар-2 бегают. В это время сборная России решила собраться на сбор. Затея прекрасная, но зачем это нужно не понял вообще никто. Валерий Карпин, например, сказал, цитирую, Такие сборы всегда полезны. Главный итог сбора, что был контакт, что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра уже все забудут, поэтому надо собирать их тогда-то. Звучит крайне логично. Видя все это, многие клубы предпочли не отправлять своих игроков в сборные, а оставить их у себя, сославшись на какие-то сомнительные травмы. Причем в некоторых случаях это даже не травмы вовсе, а просто невозможность тренироваться в течение 2-3 дней. Локомотив таким заниматься не стал, и поэтому в двусторонке с основным составом приняли участие Рифат Жамалединов и Дмитрий Баринов. И если Рифат со Спартаком все равно не поможет в любом случае, то вот за здоровье Димы мы очень переживаем. И есть повод. Матч с молодежным составом проходил в закрытом режиме, поэтому о том, что там происходило, мы можем знать только со слов главного тренера. А он сказал, что единственное, что его опечалило в этой всей игре, это подвернутый голоденостоп Баринова. Результаты обследования мы, разумеется, узнаем только в день матча со Спартаком. Диме здоровья! Пока Кухта на острие сборной Чехии пытался прорваться сквозь шведскую оборону, пока Рифат Жамалединов и Дмитрий Баринов пытались обыграть Марадишвили, Бабкина и Худякова, Локомотив проводил свою товарищескую встречу с Химками, той самой командой, которая подала апелляцию на решение КДК о том, что Кухта отсидел свою дисквалификацию в кубковом матче. Как и все в российском футбольном мире, эта игра также происходила в закрытом режиме. И все, что мы увидели, это несколько кадров игры, снятые с рук. Разумеется, ничего толкового сказать про эту игру нельзя. Проиграли 1-0, единственный гол забил Глушаков с пенальти, который заработал Максим Петров довольно глупым способом. Интереснее всего был состав нашей команды. В воротах впервые за долгое время появился Маринату Гильерми. Событие для меня долгожданное. Не знаю, будет ли он готов к Спартаку, но мне бы этого весьма хотелось, даже с учетом вдохновенной и очень качественной игры Худякова против Ахмата. Я только две недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше. Линию обороны составили Нинаехов, Черный, Едвай и Текнезян. Здесь отмечаем скамеечный статус Мампаси. Либо дали отдохнуть, либо всерьез обеспокоены количеством его ошибок. Но сидеть на скамейке ему пришлось совсем недолго. На 38-й минуте Мампаси вышел вместо Едвая. И такие замены могут быть только по причине какого-то дискомфорта, недомогания или травмы. Кажется, с Тином все в порядке, но некоторое время было тревожно. В опорной зоне сыграл вернувшийся в строй Бека Бека и 19-летний Артем Карпукас. Бека Бека успел испугать многих в эту паузу, был уже в сторис из Стамбула. Турецкая пресса не применула написать, что наш юный француз уже подписал соглашение с Стамбулом. Но, кажется, гроза пока миновала. По крайней мере, Бека отыграл полный матч против Химок и готовится к Спартаку. Артем Карпукас за год прошел стремительный путь от дублера в молодежке до игрока старта в товарищеском матче основного состава. Вообще-то он даже старше Сергея Бабкина на пару месяцев и обладает рядом приятных для опорника качеств. В частности, чистым отбором и очень неплохим первым пасом. Но это было в молодежке. До основы пока еще далеко, конкурентов многовато. Но приятно, что все-таки его заметили. Я, например, очень удивился, что его не взяли на зимние сборы. Он того явно заслуживал. Дальше еще грустнее, потому что в атаке в первом тайме играли Керк, Петров, Рыбчинский и Хлынов. А во втором Хлынова и Керка сменили Исидор и Борисенко. Лучше вообще не стало. Из коротких фрагментов, доступных нам в обзоре, Локомотив отдал очень много передач внутрь штрафной, но нанести толковый удар так и не смог. Собственно, ноль в графе забитой мячи, довольно красноречив, но на самом деле не особо пугающий. Все-таки этот товарищеский матч и такое сочетание футболистов мы вряд ли когда-либо увидим. Ах да, почему этот ролик вышел так поздно? Прямо посреди матча Локомотив зачем-то видеороликом объявил о готовящемся большом интервью главного тренера Марвина Компера. Мы хотим воплотить в жизни и показать те вещи, которых в России еще не было. Я ждал, чтобы его послушать и рассказать вам самое важное, но прошло три дня, появилось интервью, например, Маккеева, а Компера до сих пор нет. Ну, видимо, рассказать о том, что люди работают, важнее, чем поработать и рассказать о товарищеском матче. Наверное. Не знаю. Наверное, стоит рассказать еще об одном курьезе, который случился за эти две недели. Смотрю я, значит, последнюю серию книги Боба Фетта. Длится она, ну, минут 40. Когда включал, в счетчики новых сообщений Телеграма было 0. Когда серия закончилась, на счетчике было около 200, причем бомбили сразу несколько чатов и Телеграм-каналов, на которые я подписан. В чем дело? Оказывается, ТАСС раскопал приказ Мишустина о том, что РЖД разрешается продать акции локомотива, о чем ТАСС уверенно заявил, опустив, ну, небольшие подробности, сказав, что расскажет о них позже. ТАСС — контора уважаемая, поэтому информацию, разумеется, разнесли по всевозможным пабликам. Дескать, все! РЖД сливает локомотив, как мы и предсказывали все последние 15 лет, а вы не верили. Плюс, конечно, на нынешней реалии это очень хорошо накладывается. Паника у болельщиков сменялась робкой надежды. А вдруг это Роман Аркадьевич? В перерывах между переговорами на фоне отравления решил купить наш многострадальный клуб. Реальность оказалась веселее. Подробности, о которых умолчал ТАСС, заключалась в том, что у РЖД оставалось всего 100 акций, которые составляют 15 десятитысячных от всего объема, которые давно уже принадлежали дочерней структуре, специально созданной для управления такими активами, как наш клуб. Не знать этого ТАСС, разумеется, не мог. Это прямо написано в приказе Мишустина. Но все равно не отказал себе в удовольствие навести немножечко суеты. Те инсайдеры, кто поумнее, докопались до истины буквально минут через 10. Те, что потупее, а также один бывший президент Локомотива, сразу подвел под это доказательную базу и риторику в духе «Мы же предупреждали!» Эта поучительная история очень емкая и очень концентрирована. В течение примерно 10 минут показывает, как работают нынешние СМИ и как нужно их считать в 2022 году. Верить никому нельзя. Мне можно. Что еще вам рассказать? Нобель Ростомян выступил с инсайдом, что на ближайшем заседании исполкома FIFA Россию в худшем случае исключат, а в лучшем случае приостановят членство на пару лет, что будет означать запрет на проведение трансферов и участие в международных соревнованиях. Даже предположение дал, что по истечению этих самых двух лет Россия из европейской стороны станет азиатской. Отборы в Азии попроще, да и азиатскую лигу чемпионов выиграть будет приятнее. Впрочем, инсайд пока не подтверждается. Несколько источников говорят, что таких вопросов на повестке дня нет. И как я уже сказал, FIFA будет тянуть до последнего, пока только можно. Ведь если на Украине закончится до мая, войска будут выведены, а стороны до чего-нибудь уже договорятся, то и решения никаких принимать не надо. Возможность не принимать решения в 2022 году это слишком большая роскошь для любой компании, чтобы ею пренебрегать. Новость для тех, кто смотрит российский футбол на Матч ТВ. Отныне вы избавлены от волшебного голоса Александра Шмурнова. Я, если честно, никакого негатива к нему не испытываю. Языком он владеет хорошо, матчастью не перегружает. И если вдруг комментируют не Спартак, а скажем французский футбол, то это даже иногда бывает приятно. Но спартаковская одиозность накладывает свой отпечаток, поэтому репутация у него соответствующая. Вот у нас во дворе таким били морду. Впрочем, плохая новость заключается в том, что все хорошие комментаторы, вроде Казанского или Кривохарченко, покинули Матч ТВ еще раньше, так что радоваться все равно нечему. Вместо Шмурнова вас ждут дополнительные смены Черданцева или «Не приведи к господь» Шмелькова. А там не было вне игры, товарищ судья? Так это же от соперника была передача. А, да? Ну и, пожалуй, на сегодня все. Если вы знаете еще какие-то новости, которые хотели бы обсудить, пишите в комментарии. Обязательно сделаем это. В эти выходные Спартак, дальше Ростов, в который нам, судя по всему, придется добираться по железной дороге. А потом снова встречи и очередные еженовости. Встречаемся здесь же, если, конечно, YouTube еще будет работать. С вами был Тим. Пока!